всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы ответить на довольно часто возникающий вопрос по поводу работы с библиотеками как с ними работать особенно если не хватает размеров встроенного жесткого диска это большинство большинства именно такая проблема и первых где они сталкиваются этой проблемой конечно же logic и его встроенная библиотека вы конечно не обязаны скачивать все что предлагает logic что там библиотека реально внушительно если вдруг не знали полная библиотека вместе с legacy контентом legacy контент это из старых версий logic для обратной совместимости там много разных интересных плагинов я это показывал в одном из роликов на канале в общем в полном в полном своем таком установочном варианте она занимает порядка 80 а то и даже 90 гигабайт на жестком диске то есть это очень много по умолчанию ложек всегда устанавливает на системный жесткий диск и я уже записывал несколько лет назад на эту тему видео тогда к сожалению через logic было невозможно этим управлять для этого использовали всякие специальные символик линки и прочие заморочки чтобы скажем так обмануть logic и хранить библиотеку не на системном диске она каком-то съемном но в любом случае сейчас уже у нас маки обновились обновили системы обновился и logic появились новые возможности о которых я сегодня поговорю но все равно люди сталкиваются с проблемой на самом деле я должен признать что у logic действительно не совсем грамотно организовано вот это вот вот этот момент с релокацией встроенной библиотеки значит о чем идет речь у нас есть sound library в logic можем посмотреть у меня все установлено вот sound library manager здесь можно посмотреть что именно установлена но самое прикольное что в лоджике появилась ну спустя то время когда я записывал предыдущие видео несколько лет назад ну на самом деле вот этой функции уже тоже много лет но она появилась называется релокейт sound library то есть мы можем установить нашу библиотеку не обязательно полностью то есть вы можете установить буквально пару пунктов отсюда то есть вот буквально несколько лоджика первых ставит по умолчанию изначально там первые полтора-два гигабайта контента без которых он в принципе не сможет работать там самые базовые вещи скачиваются но потом можно еще что-то докачать по отдельности и это не будет конечно занимать все 80 гигабайт там это может занимать чуть-чуть но в любом случае logic создаст вот эти все пути внутри себя и он будет понимать где он вас что лежит и дальше вы туда уже можете докачивать по методам то или иное так вот когда вы скачали хотя бы вазовый контент вы можете сделать так называемые релокейт то есть мы выбираем sound library relocate sound library и он покажет вам все ваши подключенные диски по юсб там как угодно по thunderbolt то есть все внешние диски вы можете выбрать любой из них которые доступен и нажать собственно relocate это займет естественно какое-то время и потом когда вы откроете это окно будет написано что ваша библиотека будет находиться уже на том диске на который вы перенесли значит чем казалось бы что сложно зачем про это записывать видео но проблема в том что иногда по неопытности или по там какой-то неосторожности человек который перенес свою библиотеку на внешний диск у него все хорошо все работает он бывает забывает про жесткий диск включает logic жесткий диск не подключен или что-то случилось может быть юсби там как-то повредился отвалился ну то есть не заметил человек что жесткий диск сейчас находится в неподключенном состоянии открывает logic и logic сбивает все настройки то есть он видит что библиотеки нету жесткого диска того нету он просто обнуляет настройки и опять говорит что я хочу скачать контент естественно у людей уже к этому моменту на встроенном диске как правило нету места то есть там уже все прям под завязку забита и все лежит на внешних жестких дисках и тут начинается вот это вот мешанина путаница как у меня же уже есть установленный контент как мне указать лоджику что контент есть у меня на в другом диске зачем мне опять его устанавливать и скачивать то есть тратить время на скачку гигабайты и так далее и вот и со всеми этими вопросами приходит люди и давайте я вам покажу что в такой ситуации делать доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получив все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене делать на самом деле все очень просто то есть вас случилась такая история что вы забыли подключить свой внешний жесткий диск и при открытии logic он начинает опять скачивать базовый контент во первых это ну сразу скажу это занимает прям буквально полтора гигабайта ну надеюсь у вас они есть ну хотя есть у вас их нету наверно будет сложно работать на такой системе ну то есть вы просто можете скачать вот самый самый сэншел саунс то есть это самый вот начальный скажем так настройки для лоджика и после этого logic опять сделает ваш системный диск как бы основным для библиотеки вот и соответственно всего остального будет недоступна до тех пор пока вы заново как бы не скачайте но скачать как вы помните вам уже некуда что дело в таком случае вам на самом деле нужно сперва удалить библиотеку то есть в чем путаница возникает что logic заново продолжает скачивать на жесткий диск а потом не дает выбрать другой жесткий диск потому что он увидит когда вы подключите что там также имеется некая библиотека и к сожалению он не сможет их объединить и он будет просто видеть что сюда нельзя добавить в этот диск что тут уже то будет прям надпись гласить что сюда уже здесь уже есть файл библиотеки мы сюда не можем перенести вот только что скачанную библиотеку потому что легко было предположить что вы скачали заново там гигабайт и как до этого делали просто заново выбираете тот же диск и он перезаменит файлы и в сам увидит оставшиеся там 90 гигабайт которые вы до этого качали их подтянет но к сожалению в лоджике это вот сделано не очень удобно значит что в таких случаях делать вот тут самый главный вопрос ответ заключается значит мы переходим в настройки системы здесь у нас есть в основных хранилища и в хранилище при уже подключенном вашем жестком диске внешним на котором вы изначально ставили библиотеку вы заходите в создание музыки то здесь там вот есть такой пункт создание музыки информация и вот здесь можно посмотреть сколько весит в общей сложности все все чтобы весь контент который вы скачали то есть вот у меня библиотека инструментов весит почти ну округленно 70 гигабайт тут 8 гигабайт ну то есть 8 8 гигабайт получается не 90 80 80 гигабайт занимает себя библиотека ну либо вот здесь более точная цифра то здесь вы можете посмотреть и что вам делать дальше вы просто выделяете вот это все и нажимаете удалить да к сожалению придется удалить но тогда система полностью очистит со всех вот везде где присутствуют какие-то файлы от лоджика она удалит из системного диска то что вы случайно закачали при открытии заново лоджика и удалится подключенного внешнего диска и тем самым решит вот эту путаницу где же у вас находится библиотека то есть в чем здесь самая сложность если вы вдруг запутались самая сложность том что лоджик когда скачивать второй раз заново на системный диск библиотеку даже в каком-то базовом моменте а у вас она уже установлена полностью на внешнем диске вы только сейчас похватились его подключили все лоджик с этого момента начинает путаться и он нормально не может определить куда откуда ему какие звуки брать вот и при этом релокат релокейт заново на тот же диск вы сделать не можете чтобы он объединил и как бы увидел что там уже файлы есть их как бы заново к себе в базу данных добавил то есть это вот к сожалению неудобная вещь которая надеюсь поправит будущих версиях но вот вы можете таким образом решить то есть удалить полностью все еще раз убедиться что ваш диск подключен и заново опять же сделать релокейт как мы уже умеем через через logic через плагин уточнение плагин через библиотеку звуков и заново сделать релокейт то есть уже вот здесь в списке у вас не будет надписи что здесь присутствует на внешнем диске какая-то информация вас будет также просто как сейчас у меня что на системном диске есть текущая локация для библиотеки и вы также выделяете опять свой нужный диск и нажимаете релокейт то есть вот немножечко заморочено но просто вы знаете что вы можете с таким столкнуться у меня многие ученики с этим сталкивались не раз особенно у кого там макбуки с маленьким количеством жесткого диска встроенного то есть они постоянно с этим сталкиваются и вот имейте ввиду что вот таким образом можно эту ошибку эту проблему решить потому что многие с этим борются это кстати также и относится к тем кто там только новую систему поставил восстановил все файлы из не хочет заново качать ну вот там придется все равно заново все переустанавливать к сожалению в лоджике вот так это устроено нельзя найти уже установленную на каком-то внешнем диске библиотеку и чтобы ложек ее принял как готовый пакет вот в этом плане с сторонними плагинами гораздо проще в том же контакте или других инструментах амнисфере например там конечно проще реализована вы также спокойно размещаете на внешне жестких дисках библиотеки у меня это тоже также реализовано то есть у меня есть отдельный прям жесткий диск для сэмплов вот есть инструмент лобберс и здесь у меня есть папки на внешнем жестком диске для соответственно тех или иных плагинов и потом когда систему переустанавливаю все что мне нужно это просто в соответствующих плагинах указать пути вот к этим папкам то есть ничего вообще никаких проблем нет и все там подгружается и все работает вот лоджик к сожалению путь указывать нельзя можно только уже установленную библиотеку переносить но в любом случае теперь вы знаете что через хранилище можно очистить ну либо если вы просто решили очистить свою библиотеку то вы можете здесь это сделать и по loops удалить или какие-то базовые уроки от гитар но гараж бэнд точнее вы можете удалить хотя они тут всего пол гига весит ну в общем теперь вы это знаете надеюсь что проблем с этим не возникнет но и будем ждать конечно обновление лоджик что они как-то сделать более интуитивно понятно эту работу с sound library потому что все-таки немножко она такая костыльная но так или иначе имейте ввиду что сейчас вот появились такие возможности ну что ж на этом видео дошло концу пишите обязательно в комментариях было ли она вам полезно сталкивались ли вы с такой проблемой и конечно же пишите on ваших проблемах о ваших вопросах пишите нам в telegram чате в нашем лоджик про help если вы еще не там переходите по ссылке в описании подключайтесь и опять же по всем интересным вопросам в telegram чате или за заданных мне в личке в личку я собираю такие самые 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 злободневные и записываю вот эти ролики на нашем youtube канале поэтому обязательно подписывайтесь если вы это еще не сделали на youtube канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео и конечно же посмотрите те видео что уже вышли на канале потому что там нам большинство вопросов с которыми сталкивается каждодневно человек который только-только пришел в лоджик там уже давно разобраны поэтому вот вам если вы только-только к нам пришли добро пожаловать и обязательно изучите ну что ж с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве увидимся с вами следующих видео всем пока